Добрый вечер. Вы смотрите новости из Венгрии на канале М1. Я Мария Лопату и в следующие три минуты я расскажу вам о главных событиях дня. Национальная консультация всегда поднимает судьбоносные вопросы, заявил госсекретарь по международным отношениям в эфире нашего канала, после того, как правительство в понедельник опубликовало 13 вопросов новой национальной консультации. Мнение людей спросит о мерах противодействия эпидемии и вызванному ей экономическому кризису, а также о так называемых вечных облигациях Джорджа Сороса. Золотан Ковач отметил, что граждане с удовольствием вступают в диалог с правительством. Евросоюз должен позволить странам-членам превысить за счет своих бюджетов установленный лимит господдержки на создание рабочих мест размером 800 тысяч евро. Об этом говорил министр иностранных дел Венгрии после совещания со своими коллегами из стран Евросоюза. По словам Петера Сиярта, сегодня уже ясно, что после пандемии начнется новая эра конкурентной борьбы в мировой экономике. И соотношение сил в ней и правила будут тоже новыми. План экономического восстановления Брюсселя несправедлив по отношению к Венгрии. Об этом заявил министр финансов страны после видеоконференции со своими коллегами из ЕС. По мнению Михаила Варки, несоразмерность плана хорошо показывает тот факт, что 65% дополнительного финансирования размером 50 миллиардов евро, выделенного для фонда выравнивания, получат 4 южноевропейские страны. Италия, Испания, Греция и Португалия. А вышеградским странам достанется только 12%, ответил министр. Венгерская экономика может получить новый толчок к росту. С сегодняшнего дня отечественные компании могут подать заявку на беспроцентный кредит на технологические инновации. Продолжаются и ранее запущенные программы господдержки инвестиций. Новые фирмы получили субсидии на программы развития, с помощью которых они смогут быстрее справиться от кризиса. А в городе Дебресен заложили первый камень центра инноваций, который поможет венгерской экономике снова выйти на траекторию устойчивого роста. Сегодня открылись все 12 пограничных пунктов между Венгрией и Словенией. На границе нет полицейского контроля, проезд полностью свободен. И это хорошая новость для тех, кто работает на две страны. Для граждан и резидентов Венгрии на данный момент открыт проезд в шесть государств. И это все на сегодня. Спасибо, что остаетесь с нами. Всего доброго и спокойной ночи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова